привет youtube привет вот начинается эпопея с мобилем крышу сняли решил я с крыши здесь вот три поперечинки 2 по ям вернее 4 2 по краям 2 усилителя возле стекол и вот здесь вот где задняя стеклышко у нас есть здесь у нас сумка наклеенная ну как бы вот вот и собственно по шумке слава богу сюрпризов не было в польсах надо в нем со встречаются двойные потолки сэндвичами ну что работа будем вот с такого подвеса ставится он вот так вот что есть ничего не поцарапать лак хоть у нас тут и обвернуто я бы проклеиваю здесь беру пару слоев скотча малярского вот либо можно вот таким мысла я не вижу пару слоев вот такого можно малярска очень наклеить на кромку и все будет красиво вот и чё ее жалеть это мелочи вот все равно тут как-то мы когда им она все равно шоркается где-то какая-то песчинка или что-то попало зачем углублять так сказать наносить машине травмы больше чем они есть и чем вот потом это все надо заполировать или делать это было поэтому берем вот так по кромочке вот до сюда берем пару слоев вот с заходом вот сюда и никаких проблем видно тут у нас вот наклеен один слой и поверх него чуть со сдвигом 2 слой вот мы составим этот песик наш вот бамс и как он тут не прыгать бегать ничего никаких делом он тут не над потому что нам на нем работать такая мера предосторожности мелочь копеечная но менее она предохраняет предостерегает от ненужных нам племок ну вот мы видим здесь по два слоя у нас вот везде наклеена это валярский скотчек вот тоже здесь два слоя у нас видно да один вот второй тоже вот они два слоя вот все вот таким образом у нас защищено и тут и тут и у нас тут ничего не шеркалось мы машинку не повредим ну ладно об этом все значит один нюанс вот здесь вот шеркается все как будто у меня на руке шкурка маляры меня поймут вот вся машинка такая то есть это было на улице вот она а а здесь вот я полирнул было удобно работать для удобства работы наверное будет иметь смысл уже вот мы видим я рукой тут провел песочек корочек вот все это убрать снять и вернуть немножко ну первым номером легка полирнуть крышу ну для начала я сейчас конечно попробую поковырять но интересно как бы уже вечер 7 часов тут и что пару вмятин ковырну да пойду вот на сегодня хватит а завтра конечно по хорошему надо будет немножко ночь крышу вот чтобы было лучше работать встречаются вот такие вот моменты это птичка подарок машинке сделала выедает проедает лак и уже лак съедается настолько что хоть поли ты его хоть не полируй этот подарок остается надо потому что там кислота которая разведает лак и иногда бывает что съедает его вообще не только до базы но и до грунта вот при перекраске машин как бы с этим сталкаться и приходилось вот эти вот такие места их просто зачищать до металла и под грунтовывать этими специальными грунтами ну так наша крыша выглядит я немножко хочу как говорится оскомину сбить чуть поработать вот просто напросто хочется что-нибудь сделать сейчас зажгу лампочку кому чтобы было видно объем работы вот такая 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 у нас крыша вот таки плотно убитая особо крупных вмятин процентов 30 вот таких скажем проблемных средних где-то 50 и где-то 10 мелких процентов и 10 процентов очень маленьких постараюсь я снять покрупнее я думаю сейчас будет видно сейчас авто настроиться чуть мы видим есть и крупные и мелочка и очень маленькие там просто микро микки и вмятинки вот ну я же как сказал тут как бы вот примерно такая градация иногда прям снимает шикарно иногда просто просишься автофокус не хочет автофокусе видите все и что и делай здесь крупные как бы правые ямки скажем вот как вот это скорее всего это как мы видим там уже это по это камня и давнишние там уже кариес эту мятинку надо делать очень аккуратно очень потому что паска уже там нарушена покрытие вот и рядом там тоже вот он от камня след за там кое-де есть вот ну ничего потихоньку потихоньку будем заниматься делать вот я так поподробнее поснимал хозяин говорил что насчитали вроде 600 мятин но я тут глянул на багажник ускал дорогой тут наверно на багажнике более 150 будет мятин он не стал возражать но действительно тут мятин она мятин багажник даже грубо говоря как рука переной там сантиметров сорок он сплошняком вот он и ты куда в какую сторону поверни это мы видим только сейчас таким образом крупняк а тут еще и мелочевка есть рядом так что вот вот так есть над чем поработать ему поучиться вот и это неплохо это как егэ получается как сдать егэ в школе так сказать на аттестат зрелости вот и будем стараться делать чтобы получилось хорошо ну вот как бы такой крат анонс по крыше дальше конечно был интересный момент и я и буду снимать выкладывать делиться так сказать впечатлениями со своими единомышленных ну вот я вот такую прогалинку с ладонь тут и все и на сегодня восьмой час надо идти домой рожь упражняться чтобы завтра было чем заниматься всем привет youtube привет вот я занимаюсь джеккой здесь хотел померить на батарейки у меня биг сдох называется пришлось откупить батареечек каких-то тут недорогих вот за не помню что-то около 200 рублей что ли алкалайновые какие-то но сказали что хорошие вообще пейки блин 200 рублей я хренею но не 200 там 190 важно сейчас померяем чем дышит это вот и следующий анонс это будет вот про вот этот молоток который безанронный который то ли там чем-то вот в общем он волшебка зале снимите покажите расскажите покажу расскажу мы продолжаем работу вот у меня тут батарейки сдулись посмотрим ухты 014 прям очень скромно 013 012 012 вот это да 011 очень скромно товарищи из уздео красят 011 013 ну что я так сказать честно говоря скромно очень скромно 012 011 014 010 вот очень скромно покрашена машина это ж надо понимать что тут четыре слоя вот вот 0 это в миллиметр 13 сотых или 12 или 10 это 025 получается 020 10 разделим на 4 руба одну десятую миллиметра разделе на 4 это одна каждого слоя то есть от поверхности лака до металла одна десятая миллиметра и разделить на 4 это будет гальвана грунт подложка база и лак вот четыре слоя ничего себе ну что мы тут подразобрались буду потихонечку делать вот особо снимать как говорится тут нечего все все знают все все понимают работаю пока с подвеса и буду работать вот я приготовлю ковырялочки свои вот крючки это там где фирменные там где нюшли там это у меня ковырялочки вот такие с отверток с чего угодно вот с вот таких вот ключей малярских получается вот такие вот красивые ковырялости вот я беру все что мне под руку попадается и где ну естественно вот раз мне придарили такой инструмент это я когда-то вот купил себе ковырят вот это по аналогии сделал но у них разница какая этот у меня острый а этот такой заводской как бы он более скругленный вот и все это на всякий случай опять же под поделать ну одевать чего обычно одевать получается один наконечник более скажем тупой другой наконечник наоборот более остренький ну вот примерно в таком варианте либо вот в таком вот и вот то есть бы вот так если что-то там не нравится можно одеть вот такой вот с более мягким объемные то есть тут уже по ходу пьесы потому как радуются события я беру и делаю то же самое вот это самодель опять же их можно и на молоточек одевать и молоточком с успехом там что-то про но это я так как кому интересно посмотрят кому не интересно можно не смотреть ну вот и все он продолжаем дальше работа ну что ж продолжаем сражаться с ямкой тут немало вот надо подальше лампу поставить тогда будет виднее вот попытаюсь вот эту часть сейчас подделать здесь чуть-чуть полирнул я в этом подобрал мусор слегка полирнул мягко слышно да здесь буду заниматься вот этой частью как бы вот этим угол посмотрим что из этого получится чему я и приготовил тут кучу всяких капак естественно если что на готове тут у нас есть и клеевая что есть чем позаниматься ну все пока продолжаем вот клеевой тоже заниматься чему потому что не везде удобно это делать вот один грибочек пришлось тут там приклеить где-то домках неудобно где подлазить разбиваю вот такими вот кир один мейден чина другой мейден тоже что-то не наше молоточек у меня самое обыкновенное тут магнитики чтобы он не падал вот вот и все это движется там была ямка такая неприятная я и потихонечку бывает повезло один раз вот здесь прям была большая противная вмятина здесь отрядом маленький и она прям хорошо вышла ну не идеально ну вот опять же чуть-чуть стараясь не передерживать чтобы не выдергивать больших сильных шишек маленькую шишечку выдернул и хорош вот то есть передергивать и передергивать смысле перетягивать не надо потом это трудно и долго забивать вот не забывайте обезжиривать грибочки вот протирать чистой тряпочкой салфика не забывайте обезжиривать поверхность то есть не торопитесь работайте так как правильно то есть делайте хорошо плохо само получится да красота у нас на крыше и вот здесь я немножко уже капельку поработал какая-то часть крыши скажем так не выделал но вот это есть но тут я не знаю одну шестую быть прям как ссср одна часть суши как-то более-менее получилось тогда конечно вот мы видим что у нас тут получается вот такая красота не отворная а природная красота природа немножко подшутила есть на чем как говорится потренироваться как я уже шутил про себя это вот для меня экзамен по егэ будет вот так в тестовом экранчике в таком сразу все видно это так лампой снимай не снимай ничего не видать ну на этом хороший жена на 7 часов пора в магазин и домой